Если я захочу... Что ты захочешь? Что? Если я захочу, Александра бросит тебя. Мне стоит сказать, Александра, только одно слово. Скоро вы сможете понянчиться с малышом. Можете не сомневаться. Боже, от наших соседей ничто не укроется. Я ещё рот не открыла, а все уже знают, что Мария Эмилия беременна. Вон! Объясни, я требую объяснений. Убирайся! Я ничего не стану объяснять. Поздравь от меня, Александра. Ты просто сокровище. Пошла вон! Нет, Мария Эмилия, ты должна мне объяснить. Вон! Что ты хотела сказать? Уходи! Мы идём в ресторан. У нас изменились планы. Мы ужинаем не дома. Я не знал, что планы изменились. Я тоже не приглашён. Конечно, приглашены, доктор. Вы пойдёте с нами. Вы же пришли сюда ужинать. В общем, да, но... Алекс забыл вас предупредить. Короче, мы все вместе поужинаем. Без меня. Я пойду домой. Йоланда, не подводи нас. Йоланда, тогда я тоже уйду. Нет, прошу вас, доктор. Вы не поняли. Просто она не любит рестораны. Артенсия, если Йоланда не хочет идти, не будем её заставлять. Она не хочет идти в рестораны за Франциско, потому что он всюду появляется с этой девицей, как с женой. Артенсия, прошу тебя. Разве это не так? Я сказала неправду. Ну, хорошо. Я пойду с вами. Прекрасно. Мы отлично проведём время. Алекс и Марсия тоже идут. Артенсия, но... Ничего. Нет, нет. Ты не должна портить нам вечер. Прекрати думать о Франциско. Он такого внимания не заслуживает. К тому же, скоро ты с ним разведёшься. Привет. Ты пришла меня навестить? Да. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Посидишь со мной? Я не могу, дорогая. Мне надо работать. Я зашла на минутку. Тебе не очень больно? Нет, совсем не больно. И не было больно. Что? У меня ничего не болело. Но ты же сказала, что у тебя всё болит. Я обманула папу. Открою секрет. Я не падала с крыши. Я просто вышла во двор, села на землю и стала кричать. Зачем же ты всех напугала? Особенно папу. Он испугался? Конечно. Разумеется, он очень перепугался. Я была рядом с ним, когда ему позвонили. Он очень нервничал. Он начался домой, как сумасшедший. Ужасно боялся, что ты себе что-нибудь сломала. Он сразу прыгнул в машину и поехал к тебе. Почему ты улыбаешься? Тебя это радует? Да. Это значит, что он меня любит. Мы поехали в отель. Он вёл тебя так таинственно. Взял ключ от номера. Мы вошли. Он заказал виски. И вдруг появились две девицы. Что? Он пригласил шлюх? Безнравственный тип. Представь меня в такой ситуации. Я чуть со стыда не сгорел. И что ты сделал? Сразу же ушёл. А он не пытался тебя остановить? Да, он просил меня не уходить. Но я не мог там остаться. Кто бы мог подумать. Всеми уважаемый сеньор Брисей, я оказался развратником. Простите, пожалуйста. Да. К вам, сеньорита Калминарес. Проводи её. Хорошо. Я всегда говорила, что он лицемер. Как мне не везёт. Я хотел отдохнуть, но в доме сразу пристанет эта сусанита. Только собрался побыть с тобой, посидеть у бассейна. Появилась Марсия. Дорогой, как ты не любишь общение? Если хочешь, поболтай с ней. А я поздороваюсь и пойду спать. Хорошо. Ты не хочешь с ней разговаривать, потому что стыдишься меня? Это не так, Моника. Я просто устал. Не знаю, почему, но с каждым днём мне становится всё тяжелее. Я же говорю, тебе надо худеть. Нет, дело не в весе. Это что-то внутри меня. Я не могу объяснить. Вот ты где. Привет. Как дела? Хорошо. Правда, милый? Да. Какой чудесный дом. Я в восторге. Спасибо. Но ты его ещё не видела? Нет. Я видела только холл и гостиную. Но этого достаточно, чтобы составить впечатление. Если хочешь, могу его показать. Прости, Марсия, но я очень устал. Пойду лягу. Милая. Чао. Пока. Может быть, присядем? Давай. Почему ты решила приехать? Я сегодня свободна от Алекса и захотела увидеть твой дом. Он очень красивый. Тебе повезло. Не знаю. Я не знаю, Марсия. Всё не так просто. Что произошло? Я умираю от скуки. Жизнь проходит. А Франциска много работает. Нам приходится рано ложиться. Мы не ходим в ресторан и нигде не бываем. Думаю, придётся подождать, пока он разведётся и женится на мне. Потом, конечно, всё будет иначе. Я тебе уже говорила, ты ненасытна. Мне нужно срочно найти себе занятие, а то я тут засохну. Послушай, Моника. Да. Ты бываешь у Марии и Эмилии? Нет. Что мне там делать? Но я же просила тебя выяснить, что у неё с Алексом. Ну ладно. Я её видела. Что? Как ты посмела? Она же знает о тебе их с Алекандрой. Я поехала к ней, чтобы убедиться в этом. И чтобы она не питала надежд. Я пригласила её на свадьбу. Какой цинизм, Марсия? Зачем? Ты уже получила его, оставь её в покое. Я не могу успокоиться, пока не выйду за Алекса. Не знаю почему, но мне показалось, что всё может сорваться. Ты всё это устроила для того, чтобы убедиться в его любви? Почему, детка? Мне кажется, что он не любит меня. Почему ты так говоришь? Ты его единственное дитя. Понимаешь, иногда, когда мне хочется с ним побыть, он меня прогоняет. Всё равно ты поступила плохо. Очень плохо. Ты ему всё расскажешь? Дорогая, нельзя делать вид, что с тобой произошло несчастье. Ты всех переполошила. Ты заставила всех нервничать. Папе пришлось вести тебя в больницу, обследовать тебя. Детям нельзя лгать. Неужели тебя радует то, что твой отец страдает? Скажи, почему ты так плохо обошлась с твоим папой? Хотела узнать, любит ли он меня. Он меня любит. Я рада. Но... Так-так, тебя уже навестили. Да. Как тебе это? Невероятно, да? Упасть с крыши и не получить повреждения. Вы уже сделали снимки, изучили их и ничего не нашли. Кроме того, ни синяков, ни царапин. Это чудо какое-то. Не понимаю, почему Марии Мили еще нет. Уже поздно. Мама, она же первый день на работе. Время летит. Незаметно. Конечно. Ей объясняют обязанности. Она же работает в офисе. Она администратор. Ну вот, мама, это трудное дело. Я за нее беспокоюсь. С ней вечно что-то случается. О чем говорите? Мария Мили еще не вернулась. Вы ей звонили? Слушайте, она не ребенок. Скоро вернется. Такое чувство, что у нее были крылья. К счастью, все нормально. Но ей придется еще денек здесь побыть. Ее надо понаблюдать. Ну, я пойду. Меня ждут пациенты. Папа, постой. Что? Поцелуй меня. Каролина, я спешу. Мне на работе некогда целоваться. Я занят. Он меня не любит. Нет. Нет, милая, не говори так. Просто твой папа занятой человеком. Много работает. Может, сейчас кто-то рожает ребенка. Твой папа должен...